А вы знали, что в Гродно есть место, где под одной крышей собраны сразу два музея – выставочный центр и сувенирная лавка? Все это культурный центр фестивальный. Название и сам комплекс посвящены фестивалю национальных культур, ведь именно этот праздник объединяет разные народы и национальности. И сегодня мы побываем в культурном центре фестивальный. Гродно знаменит не только своей архитектурой и достопримечательностями. Наш город раз в два года проводит уникальное для Беларуси мероприятие – фестиваль национальных культур. Этот праздник – многообразие культур и традиций, языков и кухонь. Каждый новый фестиваль все масштабнее и ярче, в нем принимает участие все больше гостей. За годы существования межнационального праздника появилась идея рассказать гродницам и гостям города о том, как все начиналось, проследить историю фестиваля. Культурный центр фестивальный был открыт в самом центре города Гродно в рамках 12-го республиканского фестиваля национальных культур. Мы находимся на улице Тельмана, на улице с интересным историческим прошлым. И само здание, оно где-то приблизительно 1890-го года. Мы, конечно, постарались сохранить интерьеры этого здания и сделать атмосферу, создать, чтобы она все-таки носила такое историческое прошлое. Очень важно было, чтобы самые главные три зала мы сделали, посвященные истории самого фестиваля. И назвали мы их один зал. Это зал Диаспор, в котором мы показываем интересный фильм, созданный телеканалом Гродно+. Показываем фильм о нашем городе Гродно. Второй зал, это называется зал истории фестиваля, где размещены интересные раритеты, артефакты, подарки и, конечно же, стенды с информацией о каждом фестивале. А третий зал, это зал, посвященный культуре Гродничины, именно Гродницкому региону. Но давайте подробнее рассмотрим музейную экспозицию. В зале Диаспор находится уникальный экспонат. Это редкий камин, которому, по некоторым данным, больше ста лет. На рельефе есть изображение оленя Святого Губерта, символа Гродно. В зале также находится карта центральной части нашего города. Именно там располагаются подворья Диаспор на фестивале национальных культур. Кроме того, в зале можно увидеть и красочные фотографии с фестивалей разных лет. Их предоставили члены фотоклуба Гродно. А самое главное в этом зале, это, конечно, экран, на который идет демонстрация сейчас только двух фильмов. Но, конечно, в перспективе мы постараемся расширить. Есть восьмиминутный фильм о самом фестивале, о его истории на русском языке. И второй фильм – это такой, скажем, облет, проезд по всему городу, чтобы наши гости и туристы могли ознакомиться с нашим городом. В зале истории фестиваля представлено 12 информационных стендов, каждый из которых рассказывает о фестивале определенного года, начиная с 1996-го. Помимо общей информации и ярких фото, на стендах внедрена технология дополненной реальности. При наведении на картинку планшетом или телефоном можно увидеть на своем экране фрагменты фестиваля. В этом зале очень много подарков, которые нам любезно предоставляют и дарят диаспоры, консульство, посольство. Поэтому у нас все больше и больше появляется интересных экспонатов. Но самым главным экспонатом нашего зала являются, естественно, те призы, которые вручались во время каждого фестиваля. Это работа художников стеклозавода «Неман», который находится в Березовке. И так как символ нашего фестиваля – это семицветик цветочек фестивальный, разноцветный, красочный, то, конечно, именно с этим символом художники придумывают и разрабатывают новый подарок для участников фестиваля, для почетных гостей. И у нас собрана вся коллекция этих призов, которые, начиная с 1996-го года, появлялись. Находятся в этом зале и подарки от разных диаспор. Здесь и буквари на языках национальностей, и народные костюмы, и музыкальные инструменты, и даже оружие. В белорусском зале, который знакомит с культурой, традициями и наследием нашей страны, можно увидеть народные белорусские костюмы от мастеров из Лиды, а также коллекцию музыкальных инструментов – дудок от ремесленника из Адельска. В нашем центре представлены еще и слуцкие пояса. Это было предложение из фабрики из Луцка, когда они нам предоставили для экспонирования и продажи три слуцких пояса. Это точные реплики тех слуцких поясов, которые существовали сотни лет назад. В белорусском зале особое внимание уделено и Гродненскому региону. Так, к примеру, здесь размещены стенды, посвященные знаковым событиям, которые проходили в Гродно во время каждого фестиваля национальных культур. Посетители смогут увидеть сквер Дружбы, где представители каждой диаспоры посадили по дереву, фонтан Дружбы, где была заложена капсула потомкам. А, к примеру, в 2018 году во время 12-го фестиваля был открыт не только культурный центр, посвященный празднику, но и памятник Давыду Гроденскому. Одной из интересных особенностей культурного центра фестивальной является интерактивный стол. Он работает по принципу скатерти-самобранки. Здесь представлены национальные белорусские блюда и их рецепты. С помощью прикосновения к интерактивной части стола можно выбрать определенное блюдо. В моем случае это драники. При выборе определенного блюда появляется количество ингредиентов, необходимых для его приготовления, рецепт и, в некоторых случаях, даже история создания этого блюда. В перспективе здесь появится блюдо и других национальностей. А вполне возможно, что интерактивная экспозиция пополнится блоком с гродненскими достопримечательностями, где при нажатии на определенный памятник архитектуры можно будет познакомиться с его историей. Помимо залов, посвященных фестивалю, в культурном центре есть зал сменных экспозиций. Здесь проходят выставки работ как гродненцев, так и зарубежных авторов. А в отдельном помещении некоторые из работ можно и приобрести. Посетители также могут купить сувенирную продукцию. Ей отведено отдельное место в центре. В нашем культурном центре есть зал, который мы называем зал продаж. Здесь с салонной такой развеской представлено больше 50 работ гродненских художников. Это и графика, и живопись. Работы, сделанные акварелью, маслом, гуашью, темперой. То есть мы показали разные виды, разные жанры и разные техники изобразительного искусства. На первом этаже фестивального разместился музей по истории Гродно, так называемый музей одного экспоната. Макет города, его уменьшенную копию, подготовил гродненский краевед Игорь Лопеха. В экспозиции «Брамы Городенские» соединились и современные здания, и исторические. Захотелось сделать такой микс из разных эпох, взять самое лучшее и вместить в одном макете. То есть это город, которого никогда не было, и я думаю, никогда таким он не будет. Тем не менее, этот макет позволяет показать зрителям всю историю гродненской архитектуры. То есть в одном месте за 20 минут люди знакомятся довольно целостно, довольно понятно с всей историей гродненской архитектуры. Чтобы воссоздать гродненскую архитектуру, понадобилось 12 лет. Автору пришлось изучить множество архивных документов. Отдельное здание можно было увидеть только на старых фото или гравюрах. В экспозиции встречаются архитектурные объекты, не сохранившиеся до наших дней. Среди них старая городская ратуша и мостовые ворота. Есть объекты, которые не дожили до эры фотографии. То есть объекты, например, церковь Честного Креста 16 века, которая была утрачена уже в начале 18 века. Как она выглядела? По этому поводу есть работа историка Елены Квитницкой. Она описала этот храм благодаря двум изображениям. Гравюрам Тюнта 1568 года и гравюре Маковского 1600 года. Про застройку Гродно здесь расскажут на нескольких языках – русском, белорусском, польском, литовском, английском. В музее проводят не экскурсии, а скорее светомузыкальные представления. Помимо текстовой информации, на макете подсвечиваются те объекты, про которые идет речь, а звуковые эффекты создают атмосферу определенной эпохи. Экспозиция постоянно развивается и пополняется новыми зданиями. Но сейчас я заканчиваю район Городницы. Это район, который мы знаем по парку Желебера и улице Лиза-Ажешка. Новый административный центр города. Только в прошлом году культурный центр «Фестивальный» посетили почти 3000 человек. Помимо двух музейных экспозиций, здесь часто проходят различные мероприятия. Это и мастер-классы, и творческие встречи, и шоу-программы. В ближайших планах включить «Фестивальный» в популярные тур-маршруты и более тесно сотрудничать с туристическими компаниями. Вернисажи, которые проходят в нашем культурном центре «Фестивальный», еще дополняются музыкальным сопровождением. Очень интересная практика, которая, я думаю, у нас и останется в дальнейшем, это выступление музыкантов на балконе нашего культурного центра «Фестивальный» в рамках вернисажей. Кстати, во всем здании главный акцент сделан на символ фестиваля – цветок-семицветик. Он встречает посетителей на входе, его изображение есть и на втором этаже. Цветок напоминает о многовековой дружбе народов и празднике, который их объединяет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова